Путин внес изменения в указ об упрощенном получении гражданства. Что в нем изменилось? Подписывайтесь на обновление и точно будете в курсе всего самого важного. Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в указ о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке иностранных граждан и лиц без гражданства, заключивших контракты о прохождении военной службы. Указ был подписан 15 мая. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Изменения вносятся в аналогичный указ президента 30 сентября 2022 года. Так что же изменилось? Во-первых, из всех пунктов указа убрали определение лица без гражданства, то есть теперь этот документ касается только иностранных граждан и членов их семей. Во-вторых, если в предыдущем указе говорилось о заключении контракта о прохождении военной службы в российских вооруженных силах, то теперь в документы добавлена формулировка в период проведения специальной военной операции. То есть иностранцы, которые во время специальной военной операции заключат контракты о прохождении службы в российских вооруженных силах или в воинских формированиях сроком как минимум на один год, а также их дети, супруги и родители смогут получить российское гражданство по упрощенной процедуре. В-третьих, это срок. Раньше говорилось о сроке не менее года, теперь стало просто один год. Также в предыдущей версии говорилось, что на упрощенное гражданство могли претендовать иностранные граждане и люди без гражданства, которые заключили контракт и принимали участие в боевых действиях не менее шести месяцев, а также те, кто участвовал в конфликтах на стороне России меньше шести месяцев, но получил при этом ранение, травму или контузию. В новой версии этого нет. Напомним, что помимо военных, российское гражданство по упрощенной процедуре могут получить граждане Украины, иностранцы с как минимум одним родителем-россиянином, постоянно проживающие в России иностранцы, носители русского языка и представители некоторых профессий, ветеринары, агрохимики, врачи разных специальностей, инженеры, слесари, токари, учителя, фармацевты и другие специалисты. Как вы относитесь к той ситуации, что Российская Федерация таким образом пытается завлечь иностранцев к участию в специальной военной операции, как они это называют, или, как стоит говорить, в войне с Украиной. Тем самым туда же пытаются завлечь имигрантов, которые за хорошую оплату согласны туда идти, ведь им надо как-то кормить свои семьи, а им там предлагают хорошую заработную плату и еще радужно рассказывают о том, что они не будут там в опасности, а все будет нормально. Но тем самым, как мы знаем, некоторые из наших сограждан все-таки возвращаются к своим родным в гробах. Тем самым стоит много раз подумать перед тем, как принять гражданство в упрощенном порядке посредством подписания контракта о вступлении вооруженной силы России. Как вы относитесь к такой мотивации для граждан Таджикистана и других мигрантов? Как вы думаете, как много людей воспользовались этой возможностью? А у нас пока на этом все. Оцените наши видео подпиской и лайком. До скорой встречи.